Здравствуйте! Сейчас мы рассмотрим Ким Чен Ын. Северной Кореи президент. Вот он. Сейчас ему на здоровье посмотрим. Он же заболел вроде бы. Молодой человек. Как себя чувствует Ким Чен Ын. Вот его здоровье. Сейчас рассмотрим его здоровье. Это как ему Всевышний помогает. Это как его усугубляет. И что из-за этого с его здоровьем. Так, смотрим. Ким Чен Ын. Вот он. Он умер. Через беспредел. Ничего страшного, что так получилось. Высокопоставленное лицо куда-то ушло. Или в каком-то доме сидит. Это плохо для него. Но вообще, как в беспредельной ситуации, он как-то умер. Он сделал всё, что мог. Тайные враги от другого его поставили. Так, дальше смотрим. Ким Чен Ын. Видите, один дурак там, а на небесах. Это небо его забрало. Другой опять пришёл. Его враг. Ким Чен Ын где? Он нам сказался, мчал бомбе на суре. Замечательно. Так, теперь дальнейшие события Северной Кореи. Я в шоке. Так, ладно. Северная Корея была изолированная страна. Есть изолированная страна. И вот изолированная страна Северной Кореи. Постановление ведёт к тому, что эта страна во времени станет благополучной. Теперь Северная Корея, богатая страна ресурсами своими, ведёт себя к благополучию. Теперь так должно быть, что она была изолированная. И голова болела у Кореи Северной, можно так сказать. И большой потенциал этой страны ведёт к тому, что любимый народ, любимые страны отвергает при сделке начинания. Начинает новые начинания, да, вот так скажем. Теперь смотрите. Неодолимая сила эту страну ведёт на новый рубеж. И через потерянное время, через нарушение, большие ресурсы этой стороны сольются с другой семьёй. Всё. Это получается с Южной Кореей.